Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас в начале очередной торговой недели. Собственно, еще мы открываем новый месяц, уверен, что этот месяц будет полон фундаментальных событий. К некоторым из них мы, собственно, готовимся, некоторые имеют такой преемственный, повторяющийся характер, и мы, в принципе, следим за ними постоянно. Ситуация на финансовых рынках складывается очень даже неплохо, явно в нашу пользу, то есть пользу покупателей доллара и пользу тех трейдеров, которые ставят на слабости рисковых инструментов. И сегодня, опять же, я с большим удовольствием открываю эту неделю, потому что мы, наконец-таки, дождались нужной динамики по канадцу, потому что, будучи одним из немногих, верили в то, что Канада сможет сохранить членство в рамках Североамериканского торгового альянса. А поэтому, невзирая ни на что, несмотря на активный рост доллара, все-таки продавали пару доллар-канадец, сделали это настойчиво, уверенно, не изменяя свои позиции. Друзья, и, наконец-таки, мы получили это решение. Канадец отыгрывает его, вы сами прекрасно видите, если нет, откроете графики того же самого доллара канадца, и вы лично убедитесь в том, что сейчас на волне успеха именно эта валюта. Я думаю, что, поскольку было принято решение о сохранении членства в рамках НАФТа, это серьезнейший фундаментальный позитив, и в моменте с рынка он никуда не денется и не уйдет. Поэтому какое-то время мы будем отыгрывать это событие. Плюс ко всему еще и поджимает сзади, вот прицепом идет будущее решение по росту процентных ставок. Это, конечно же, не такой крутой фактор поддержки, но я думаю, что в какой-то мере может посоперничать с политическим позитивом. Перспектива повышения процентной ставки после пятничных данных по темпам экономического роста Канады, мы о них поговорим, еще сегодня увеличилась. И мы не сомневаемся, друзья, что до конца этого года канадский регулятор пойдет на еще одно решение, которое предполагает повышение процентных ставок. Что это сулит для пары доллар-канадец? Конечно же, усиление или как минимум сохранение понижательной тенденции, предполагающее еще больший рост канадца. И что-то подсказывает мне, что отметка 1.25 это не то чтобы мега цель, это уже более-менее скромный ориентир, которого мы сейчас с вами придерживаемся. Этот ориентир как цель будет достигнута. И я думаю, что у меня будет еще возможность поздравить вас всех, друзья, с такой прекрасной, перспективной и очень выгодной сделкой. Надеюсь, что многие из вас в ней поучаствовали. Я думаю, что на этой неделе мы еще не раз вернемся к тому, что происходит с канадцем, потому что, учитывая текущее открытие с ГЭПом, учитывая то, что у нас еще и не все европейцы отыграли это событие, потом у нас еще и открывается Америка, тоже приобщаться к этому позитиву, ралли будет продолжено. Поэтому, делая акцент на самые вывательные инструменты, нам придется с вами говорить о том, насколько интересно сейчас смотрится канадская валюта. Что касается текущей недели, она будет полна на события, связанные с долларом, поскольку речь пойдет об американской статистике, речь пойдет о данных по рынку труда. То есть, классический релиз, который открывает каждый месяц по статам данного США, это Non-Farm Perils, очень сильный отчет. Ни в коем случае упустить его нельзя. Я думаю, что даже при всем желании проигнорировать его никто не сможет, потому что сначала ожидание того, какие будут цифры, а потом уже по факту сам релиз и то, что мы увидим, окажет самое прямое влияние на доллар, а доллар уже по принципу цепной реакции скажется на динамике прочих финансовых инструментов. Плюс ко всему состояние американского рынка труда приведет в движение американский фондовый рынок, а американская фонда уже потащит за собой прочие площадки. В общем, неделя обещает быть жаркой, друзья, Non-Farm Perils это классика для пятницы, то есть, всю неделю мы будем говорить с вами о том, в каком состоянии, собственно, и с каким багажом фундаментального позитива мы подошли к этому отчету, были ли основания говорить о приросте, есть ли шансы увидеть серьезный прогресс и так далее. В общем, не раз еще вернемся к этой теме. Ну и помимо Non-Farm Perils будет также достаточно отчетов, которые уже в меньшей степени, конечно же, влияют на доллар, но все равно позволяют нам получить большее представление, целостную картину сформировать о состоянии американской экономики. И вот как раз сегодня у нас несколько отчетов по активности в производственном секторе, это и активность PMI Market и более, мне кажется, объективный оценка ISM. В 16.45 по московскому времени, в 17.00 выйдут эти данные, но традиционно к статистике штатов я отношусь с заведомо с большим позитивом, потому что в целом она сохраняет тренд восстановительный, укрепительный, и на основании этого растет и темпы экономического роста, растет ВВП, мы помним последний отчет 4,2% квартальный результат, он, конечно же, будет сохранен, ну пусть не в таких цифрах под конец, собственно, этого года, но все равно считаю, что 2018 год для американской экономики окажется одним из самых успешных со времен финансово-экономического кризиса 2008 года. Вот с тех пор штаты активно зализывали раны, и сейчас прогресс зафиксирован по всем ключевым направлениям, по рынку труда, по инфляции, и все это вливается в стабильные темпы экономического расширения. По доллару и иене тоже нам придется сегодня петь дифирамбы, собственно, нашей идеи и тому, что происходит с долларом, потому что американская валюта без каких-либо сожалений, раздумий двигается только в одном направлении, это укрепление собственных позиций. В конце концов, риску приходится, опять же, смириться с тем, что соперничать с растущим долларом сейчас все труднее и труднее. Риск отступает, но вот, пожалуй, единственное исключение – это канадец. Но здесь очень интересная такая национальная фундаментальная подоплека. И вот в двух словах я, в принципе, уже сказал, когда мы начинали брифинг, чем связана бодрость сейчас канадца. Давайте теперь чуть подробнее, но в целом крупными мазками, с вашего позволения, потому что у нас сегодня будет возможность обсудить все детально еще на вебинаре, который, как всегда, состоится в 16.30 по московскому времени. Я с большим удовольствием вас всех туда приглашаю. Соответственно, поделюсь с вами своим видением рынка на больший, скажем, долгосрок. Расскажу вам о той картине, которая сложилась по самым популярным валютным инструментам. Также обсудим повестку всей текущей недели, обозначим недельные цели. Ну и традиционно я отвечу на те вопросы, которые у вас, может быть, есть. Ну, раз уж мы затронули тему вопросов, друзья, чтобы, скажем, задать мне вопрос и поинтересоваться тем, что вас интересует, то, что, возможно, я не освещаю на брифингах, не обязательно ждать вебинары. Вы можете абсолютно легко делать это путем, опять же, оставления этих вопросов в формате комментариев на нашем канале на YouTube. Мы регулярно выкладываем записи туда, прямо заходите в секцию брифингов. Соответственно, сегодняшний брифинг появится сразу же через несколько минут после того, как я закончу там. Оставляйте вопросы, я с большим удовольствием при необходимости дам комментарий, ну и поделюсь своим мнением относительно того вопроса, который у вас может возникнуть. Давайте теперь пробежимся по инструментам. Начнем мы с нефтянки, которая устойчиво продолжает находиться и двигаться в рамках восстановительного, восходящего бычьего тренда, роста 83.38, это хай, который был сфиксирован на закрытие пятницы, 83.18 сейчас. Учитывая то, что в пятницу у нас в прямом смысле не было значимых, фундаментальных новостей, которые могли бы позволить всем нефти обновить многолетний максимум, и в пятницу, друзья, когда мы традиционно работаем с логичной реакцией и подходом трейдеров к торговле через фиксацию перед выходными сделок мы даже этого не увидели. То есть рынок остается крайне позитивно и оптимистично настроен в плане дальнейшего роста цен. Видимо, верит в основные уровни и цели в 100-120 долларов за баррель. Непонятно, конечно, с чем это может быть связано. Опять же, позиция, которая связана сейчас с медведями, которые присутствуют на рынке. Как вообще можно объяснить вот этот рост? Если вы зародитесь этой целью, я думаю, что во многих, опять же, статьях наткнетесь на комментарии о том, что такой существенный безновостной рост, скажем, больше даже основан на каком-то алгоритмическом уже подходе и, скажем, импульсном движении, которое предполагает именно ориентацию котировок на определенное ценовое значение, где, возможно, собрано самое большое количество стоповых ордеров. И даже несмотря на то, что, может быть, фундаментальная картина по-прежнему остается исключительно медвежьей, есть вот всем известный рыночный замысел. Это игры против большинства, друзья, и в данном случае, возможно, этот замысел сейчас как раз и реализуется. В то же время я хочу отметить, что логичная реакция на рынке нефти, она все-таки должна возобладать рано или поздно, но, судя по всему, нам придется ее ждать. Я рекомендую вам, как и раньше, находиться в постоянном поиске самых хороших перспективных уровней для продажи. Поскольку котировки нефти настойчиво карабкаются вверх, я уже даже думаю, что нужно взять и начать использовать другую тактику. То есть продажи не через отложенные ордера, а селлимит, а через отложки селл-стопы. Вот для меня сейчас уровень 81.50. Я буду ждать, когда цены вернутся к этому значению, чтобы попробовать поймать потенциал еще большей коррекции. Основная идея, почему рынок растет, это старые дрожи, скажем так. Иранский вопрос по-прежнему на рынке паника того, что сейчас Иран выпадет из числа основных поставщиков, и все, мировая экономика погрузится, скажем, в состояние тотального дефицита. Нефти на рынке не будет, взять ее будет неоткуда и так далее. Я считаю, что это бред, я не раз уже говорил, почему лично я разделяю такую позицию, повторяться не буду. Поэтому лишь отметил, друзья, что рынок растет на старой теме, Иран. Мне эта тема неинтересна, я ищу причины для продаж. И в целом каждую неделю у меня получается приводить вам доводы, аргументы со ссылкой, опять же, на официальные источники, источники, скажем, информации, которая действительно является ценной для продаж. Но пока рынок все равно карабкается вверх, видимо, нужен какой-то дополнительный драйвер. Уж даже не знаю, что может сейчас охладить интересы к покупкам нефти. Ну, может быть, статистика по запасам, которая может стать второй недели подряд увеличения. Еще раз напомнит нам о рисках сезонного тренда увеличения запасов, хотя вряд ли. Я не оставляю надежд дождаться поддержки для короткой позиции в лице администрации Трампа и его лично. Поскольку такие цены на небо, друзья, они должны вынудить сейчас американского президента действовать более агрессивно в плане критики в отношении представителей ближнего восточного картеля. Потому что, на мой взгляд, вот эти спекуляции и манипулирования самые настоящие ценами, оно прошло вот этот момент, когда вмешиваться в ситуацию уже нужно. Мне кажется, представители ближнего восточного картеля серьезно заигрались. И, соответственно, нужно остудить этот пыл. Поскольку мы говорим с вами о серьезно перекупленном рынке, вы должны понимать, друзья, что по мере развития коррекционного движения это будет не потери в жалких несколько долларов. Это будет серьезная разгрузка, которая может в моменте стоить нефтянки около 10% всей капитализации. Имейте это в виду и будьте к этому готовы. Рубль 65.55, наконец-таки мы с вами перелеснули, скажем, тот момент, на который мы делали акцент в плане поддержки в виде налогового периода. Как такового его уже нету, поэтому рынок нефти будет определяющим для того, что происходит с рублем, даже с учетом высоких цен на нефть. Рубль, да, укрепился с учетом тех уровней, которые мы видели ранее, но я думаю, что текущие цены на нефть могли бы, возможно, создать базу для более дорогой национальной валюты. Однако этого не происходит. Все-таки вмешиваются в текущую ситуацию и всем известные бюджетные правила, в достаточности показателей доходности российского бюджета от нефтегазового сектора. Все-таки рублю не дадут укрепиться больше. Вы должны это, друзья, понимать и моя рекомендация прежняя, это искать возможности для того, чтобы сейчас поставить уже против рубля на рост валютных оппонентов, на рост доллара и евро. Мы очень скоро вернемся в район 70 и мне хотелось бы, друзья, чтобы в момент возврата к этому уровню все-таки вы бы уже смогли взять, получается, около 10% профита без плеча. Это здравый подход, потому что системные риски для российской экономики они никуда не делят. Единственная основная причина, которую сейчас многие пытаются объяснить происходящее, это все-таки даже в большей степени технические факторы, которые были связаны с перепроданностью рубля. Ну, этот подход к торговле, он, да, в конце концов был реализован, но сейчас, я думаю, что возвращаться к нему уже не стоит. Лучше основа говорить о причинах, из-за которых рубль должен быть слабее. Доллар японская иена, фактически 114 иен за доллар уже дают. Наша с вами цель минимум 115. При таком движении до этого уровня мы доберемся с вами очень быстро. Итоги заседания американского регулятора, я думаю, что не будем повторяться, кстати, на брифинге, точнее на вебинаре сегодня мы вернемся к ним, потому что нужно будет еще раз, скажем, сделать акцент на этот фундамент, чтобы у вас отложилось четкое представление о том, с какой политикой американского регулятора мы работаем и почему. Но основной и главный итог прошедшего заседания Федерезерва, то, что не то, чтобы ставку подняли, ее подняли действительно, но еще раз подтвердили нам, спекулянтам, что этот тренд дальнейшего повышения ставок будет выдерживаться и дальше. Мы с вами ждем декабрь, тоже как заседание, когда американский регулятор снова повысит ставку. Комментарии в отношении доллара исключительно оптимистичные, потому что представители Федерезерва акцентируют наше внимание постоянно на прогрессе, на рынке труда и, собственно, показателе инфляции. Мы должны использовать это, потому что на такой базе может проводиться, осуществляться только одна политика, это политика более высоких процентных ставок. На этой неделе Non-Farm Perils, друзья, это отчет, который будет повышать вероятность уже дополнительного роста ставок. В декабре дополнительно вероятность, скажем так, потому что на текущий момент 80% того, что ставку поднимут в декабре. Если Non-Farm Perils в октябре, в ноябре и в декабре, собственно, превзойдет ожидания экспертов, то мы уже к декабрьскому заседанию американского регулятора подойдем с вами, как и к сентябрьскому, со стопроцентной уверенностью в том, что ставки будут повышаться. Доллар развивает восходящее ралли, это очевидно, не нужно сейчас сыграть против американца, нужно только присоединяться к этому ралли и зарабатывать на росте этой валюты. Евро против доллара, друзья, очень много мы говорили на прошлой неделе про Драги, его комментарии относительно перспектив роста инфляционного давления, делали акцент на то, что сам Драги отметил подавленное состояние базовой инфляции, ждали после этих комментариев пятничного отчета по инфляции, в итоге, собственно, получили то, на что и настраивались. 0,9% это базовая инфляция в прошлом месяце с одного, то есть снижение. При наличии давления все-таки на показатели инфляции, тем более базовой, можно смело говорить, что Европейский Центральный Банк уже будет не настолько смел в подходе отказа от действующих экономических стимулов. Кто знает, может быть, в конце концов, хотя я допускаю, что шансов на это не так уж и много, но есть определенная доля вероятности. Возможно, что программа количественного смягчения при сохранении вот этого тренда понижательного по инфляции так и не свернут до конца этого года, не говоря уже о том, что рост процентных ставок убирается на закат уже с самой 2019 года, то есть времени еще очень много. Контраст политик, как и всегда, очевиден, с учетом еще одной причины, говорить о мягкой экономической политике в рамках еврозоны и с учетом повышения процентной ставки Федерезерва. Политические риски для еврозоны вновь актуальны. Буквально последнее распоряжение президента Италии в формате предложений министру экономики подать в отставку после не для многих понятного решения о принятии проекта по дефициту бюджета Италии, скажем, выше норматива Европейского Союза. Мы очень правильно с вами охарактеризовали вот это решение еще в минувшую пятницу, отметив то, что оно фактически является вызовом для Европейского Союза. И к чему все это приведет, есть даже версия, друзья, то, что Италия будет второй Англией. Я не веду в плане выхода из состава Европейского Союза. То есть и здесь нет позитива, я надеюсь, это для всех очевидно. Поэтому покупать евро сейчас, на мой взгляд, крайне бессмысленно или будет сопряжено, как активность такая, с очень большим риском. Доллар канадец, собственно, сохранение Канады в рамках на перспективу повышения процентной ставки и дорогущая нет. Ну что еще нужно, чтобы, скажем, еще больше развить восходящее движение. Давайте не будем каркать, друзья. Я думаю, что с канадцем прямо на этом и закончим. Уже очень много было сказано. Мы сохраняем позицию короткую по доллару канадца. То есть покупаем канадскую валюту, продаем американские доллары. Нам нужен уровень 1.25, 300 пунктов. Еще остается до этого уровня. Мы сегодня получили открытие с ГЭПом, потому что дождались разрешения положительного, самого, пожалуй, главного, серьезного вопроса, который только был на повестке перспектив канадца. Это вопрос того, сможет ли Канада сохранить членство в формате трехстороннего соглашения, собственно, США и Мексика. В итоге удалось договориться и хорошо, друзья. Австралийск против доллара 0.72.12 котировки. Завтра на заседании Резервного банка Австралии снова, я уверен, будет много сказано про риски в виде роста задолженности в домохозяйстве и недостаточных темпов роста инфляции. Это, в конце концов, станет причиной, за которой политика будет сохранена в режиме мягкого экономического стимулирования. Ну и, разумеется, для австралийцев это, в принципе, риск. Австралийцы так сейчас теряют, еще находясь под давлением крепнувшей американской валюты. И если еще риторика Резервного банка Австралии будет соответствующей, тогда мы снова, друзья, с оптимизмом начнем с вами мотивировать, возможно, собственную активность именно на сохранение этих коротких позиций и достижение желанного уровня 0.70. 200 пунктов по австралийцу сохраняется, ориентируя потенциал хода. И, кто знает, друзья, что, может быть, уже в перспективе ближайших двух недель мы эту цель наконец-таки с вами сделаем. По новозеландцу 0.66.12, если так ситуация будет развиваться и дальше, то есть, если новозеландец будет следовать за австралийцем по сохранению высокой степени корреляции, то нам придется отказаться от длинной позиции, развернуться снова по новозеландцу и ставить, опять же, на тестирование поддержки 0.65, которая остается нашей долгосрочной целью. Фонд против доллара 1.3024. Снижаемся мы активно и здесь, друзья. Так же, как и в случае с долларом канадцем, нам нужно сейчас пробить поддержку 1.30 уже быть абсолютно уверенными в том, что наш подход в плане торговли был уверен. По британской валюте очень интересный фундамент еще связан с Брекзитом, то есть по Канаде мы вроде бы как все решили. Вопрос с политикой по Брекзиту еще далеко от логического завершения все, что происходит, поэтому мы ждем еще, скажем, одно подтверждение отсутствия прогресса, комментарии в этом плане, которые в конце концов станут причиной такого же тотального очередного давления на фунд, которое обычно на него обрушивается. Каждый раз, когда представители, опять же, политической элиты Англии подтверждают тот факт, что переговоры ровным счетом никуда не движутся, они по-прежнему в каком-то непонятном состоянии, без прогресса и так далее. Времени все меньше и меньше, друзья. Мы уже, наверное, смирились с тем, что Англия выйдет без сохранения доступа к единому европейскому рынку и составу Европейского Союза. И я думаю, что с каждой последующей недели без отсутствия прогресса к этой позиции будет присоединяться все большее количество продавцов и медведей. В конце концов, это должно ослабить курс британца и помочь этой валютной паре приблизиться тоже к довольно долгосрочной цели, точно такой же, как и по паре доллар-канадец на отметке 1.25. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Неделю увидимся. Мы сегодня в 16.30 по московскому времени на вебинаре. Точно будет о чем поговорить. Всего доброго. До свидания.